Здравствуйте! Из этого видео вы узнаете, что такое надлежащее извещение по гражданскому делу, либо по административному делу. Имеется ввиду по делу об административном правонарушении. К чему я записываю это видео? У меня было видео о том, как не быть привлеченным к административной ответственности, не лишиться права управления транспортным средством, в том случае, если вы оставили место ДТП. Ну, я юрист, я снимаю и такие ролики. В общем-то, здесь не считаю, что я в данной ситуации не прав. Я юрист, я помогаю людям в той или иной ситуации. Так вот, и мне часто задают вопросы о том, вот меня вызывают в ГАИ, я оставил место ДТП, меня вызывают в ГАИ, мне в почтовый ящик постоянно бросают какие-то повестки, какие-то извещения о том, чтобы я явился. И спрашивают, ходить мне или не ходить. Так вот, допустим, если брать конкретный пример оставления места ДТП, то, ну, я сразу скажу, что здесь все, конечно, зависит от вашей сознательности. Хотите вы быть привлеченным к административной ответственности и годик походить без водительского удостоверения пешочком. Либо не хотите, либо ситуация бывают разные. Может быть, и не вы оставили место ДТП, но вам все-таки приходят такие извещения. Для чего вас в данном конкретном случае вызывают в ГАИ? Ну, я уже говорил, но повторюсь еще раз. Для того, чтобы составить в отношении вас протокол об административном правонарушении и передать эти материалы в суд, мировому судье, чтобы судья уже принимал решение, лишить вас права управления или не лишить. Ну, в 99 процентов случаев, если вы ходите туда один, без юриста, вас лишат прав как минимум на год. Так вот, и я всегда говорю, что если вам в почтовый ящик положили какую-то повестку, не ходите, потому что это не является надлежащим вас извещением о явке в то же самое ГАИ, ну, и в тот же самый суд, либо даже в гражданский процесс, да, вы можете не ходить. Но здесь опять-таки, я говорю, ситуации разные. В гражданский процесс не вижу смысла не ходить, например, либо уже в суд по административному делу не вижу смысла не ходить, надо что-то уже делать. Но вот на стадии ГАИ как раз таки в такой ситуации ходить я бы не рекомендовал. Значит, расскажу дальше. Конечно, конечно, протокол об административном правонарушении и могут составить и без вашего участия, но здесь есть оговорка только в том случае, если вы были надлежащим образом извещены о дате и месте составления данного протокола и не явились, то есть, там, дознавателю, да, там, из ГИБДД, ему нужно хотя бы получить о том и подтверждение тому, что вы были извещены, но вы не пришли. Тогда они составят административный материал, передадут в суд. Но я до сих пор удивляюсь, что многие инспектора и вообще, в принципе, наша ГИБДД работает таким образом, что они не отправляют извещение, повестку надлежащим образом, а не просто бросают ее в почтовый ящик. Так вот, давайте я вам расскажу, что только является надлежащим извещением вас. Ну, если говорить об административном правонарушении, то о том, каким образом вы должны быть извещены, говорит нам статья 25.15 Кодекса административного правонарушения. И я вам зачитаю, чтобы и сделаю акцент на важных, скажем так, словах, которые как раз таки и находятся в первой части этой статьи. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики, извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, с заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, и вот главное, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручения адресату. Понятно, да? То есть должно быть подтверждение того, что вы, а, либо это получили, б, либо не получили. То есть и тому же дознавателю должен вернуться документ, например, с почты, да, уведомление о том, что письмо, повестка пролежала, вы к ней не пришли, но оно было к вам прислано заказным письмом. Понимаете, да? Все, бросание в почтовый ящик, подсовывание под дверь, либо передача вашим знакомым, там, я не знаю, каким еще способом можно придумать, не является надлежащим извещением. Ну и, соответственно, если ГИБДД не уложилось там в срок два месяца с момента, возвращаясь к оставлению места ДТП, в двухмесячный срок, чтобы составить административный материал, такой материал прекращается за сроком привлечения к административной ответственности. Просто прекращается этот материал. Что говорит у нас гражданское законодательство по поводу надлежащего извещения? Практически слово в слово то, что я вам сказал, только это 113 статья ГПК РФ. Знайте, применяйте и не переживайте на тот счет, если вы не хотите куда-то идти, а вам принесли просто обычную повестку в почтовый ящик. Кому информация оказалась интересным, ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, там можно получить юридическую консультацию. Ну и задавайте свои вопросы в комментариях. Всем до встречи, пока!